Ребят, может быть, вы помните, я несколько аж недель назад выставляла, ну, говорила, что в зоомагазине есть лысая слепая крыска, которую очень хочется взять, но меня-то мама отговорила, типа, зачем вам она, и мы думали, что ее очень быстро возьмут, и мы сейчас приходим в этот же зоомагазин, и нам говорят, мы ее убрали, она до сих пор есть у нас, но она у нас в подсобке, типа, она никому не нужна, мы, наверное, просто как в хорошие руки отбедим. Вы что, у меня просто, у меня сердце разогревалось, я говорю, все, давайте мы ее забираем, у нее будет все просто, что можно, блин, вы представляете, просто животному не повезло, оно родилось, ну, не такое, как все, мало того, что лысая, так не очень красивая, так еще и шлипая, и поэтому люди просто не хотят брать брак, капец, мне просто его жалко. Ребят, я боюсь грызунов, и мы сейчас с крыской одинаково стрессуем, но мое чувство жалости, оно было больше, чем чувство страха, и если у вас есть опыт общения вот с крысками, потому что он уже не маленький, его нужно приучать, чтобы он дальше не рос диким, напишите, пожалуйста, как это можно сделать максимально безопасно для, ну, и для себя, да, и для него, вот, потому что еще усложняется тем, что он слепой, то есть он боится, к нему нужен особый подход, как это можно сделать максимально быстро и не травмирующе, что ли, для него, вот. Короче, мы сейчас пошли в тот же самый зоомагазин, взяли его уже, короче, тот же самый домик, в котором он сидел, и ту же самую клетку, чтобы он как можно быстрее привык, ну, чтобы это уже было с его запахом, не пересаживать, да, во что-то новое, а вот взяли то же самое, ну, короче, очень круто.